я вас приветствую дорогие друзья вы на канале накаченные колеса и меня по-прежнему зовут виктор знаете что у меня в этой коробке вы наверняка знаете потому что вы прочитали название этого видео здесь у меня контрафакт это все контрафакт я сделал новую подборочку для вас друзья мои ну я же вам сколько раз говорил ну пожалуйста ну что вы делаете не покупайте вы вот эту вот оригинальную продукцию оем продукцию терминологии немножечко разберемся что такое оем это продукция который произвел завод-производитель авто деталей и допустим вот этот денса произвели вот этот фильтр и вложили в коробку toyota rexus и продают точнее продали ее toyota и toyota уже продает ее как свою продукцию то есть это оем продукция чтобы не путались со словом оригинал оем и контрафакт это такая терминология в каждом ролике буду объяснять потому что не все это понимают я так понимаю что контрафакта все больше и больше в связи со всей ситуации в мире перестали приходить новости о том что где-то накрыли какой-то склад который занимался контрафактом или накрыли какое-то производство все как будто про это забыли так что друзья ожидайте что вот этого всего будет гораздо больше я поражаюсь тем людям которые говорят доберите вы контрафакт он скоро будет лучше чем оригинал я это читал подобные комментарии у себя под роликом когда я рассказывал про ман о том что голограмма не голограмма а маркировка ума но уже у подделки у контрафакта уже светится точно так же как и оригинал вы вот те кто это пишет вы в своем уме вообще вот вы понимаете вообще о чем вы говорите в принципе то что фильтр когда он в такой оем коробке он должен стоить там 3000 а когда его произвел другой производитель он может стоить 300 рублей 400 то есть вам фильтр за 400 рублей вложили в эту коробку и продали за 3000 ну продолжайте брать контрафакт и сегодня в этом выпуске я покажу какие бывают вот эти вот подделки и я думаю у вас отпадет желание покупать подобную продукцию потому что она будет вредна для вашего автомобиля в целом и для вашего двигателя для чего мы делаем снимаем вот эти ролики да для того чтобы вы могли если даже вы берете не в нашем интернет-магазине которая кстати называется авто днк рф ссылочка в описании если даже вы берете не в нашем интернет-магазине чтобы вы могли приобрести товар качественные чтобы вы посмотрели увидели данную деталь можете поставить на стоп и сравнили с тем что вам приходит где-то вы купили магазине или в другом интернет-магазине вы приобрели и что делаем мы от себя мы боремся с контрафактом таким образом что мы отправляем данные детали на склад с пометкой контрафакт отключаем этот склад и вот эту всю продукцию когда она придет с пометкой контрафакт она уже не будет поставляться другим людям то есть они невозможно будет перепродать потому что данная деталь уже идет как брак и то есть они должны будут ее принять как брак и соответственно она вернет обратно вернется обратно и соответственно а те кто продают продают а понесут убытки так что вот это какая-никакая лепта в то чтобы контрафакта у нас стране было меньше ну и плюс к тому что клиент не получит контрафакт он получит только качестве металли и на этой неделе конечно у нас много различных деталей давайте все по порядку конкретно свечи давайте посмотрим на свечи было куча свечей но кстати mazda еще ни разу не было я еще не показывал их mazda иридивые цена за одну штуку больше двух тысяч рублей по коробке хочу сказать что исполнение принта очень хорошее практически похоже на оригинал свечи производства нжк как всегда порошка нет пространстве между керамическим изолятором а должен быть и здесь должен быть иридий на конце но его не видно к сожалению наконечник обычный никелевый и видно что даже немного кривой причем если раньше центральный электрод просто заужали то сейчас уже делают имитацию наплавки иридия я не знаю эту технологию как-то они направляют сюда и делают такое как будто это прям сваренная но если мы так вот увеличим и повернем немного то видно что здесь есть пробел в этом вот припое видите то есть она просто одного металла и видно что ничего там не напаяно на другой свече все то же самое далее свечи dance а я же говорил что если есть подделка dance of коробки nissan или или toyota то будет подделка dance of коробки dance коробка оригинал и контрафакт отличается даже по оттенку что характерно что у контрафакта нету вот этой инструкции с белым фоном если вы будете вращать она просто вот такая вот обычная отличается по размеру логотипа на контрафакте он меньше как я и говорил что на всех контрафактных dance а втулка она очень мягко она продавливается легко пальцем оригинально она так не продавливается то есть она более жесткая маркировка на керамике на самом свече различается на оригинале она шире и жирнее как-то кстати не всегда на dance и маркировка наносится точками в основном это на никелях обычных свечах ну и как следствие отсутствие иридия вы видите что на оригинале на центральном электроде он меньше гораздо а на боковом чуть крупнее а вот на контрафакте все одинаково и все сделано криво и косо как всегда и также даже есть имитация на плавке и данный контрафакт позорно отправляется обратно подшипник hyundai он тоже отметился тут вообще даже издалека видно он прям кричит что это контрафакт что это совсем не то оттенок коробки упаковки светлее для сравнения примерно вот как должна быть выглядеть цветовая схема упаковки на hyundai то есть она должна быть гораздо темнее при ближайшем рассмотрении логотип тоже пиксельный и не соответствует оригинальному стикер тоже светленький присущий контрафакту вот эти вот края должны быть закругленными немножечко они прямые не под 90 градусов вскрываем и пакет на котором нанесены логотипы стирается очень легко что же касаемо самого подшипника на нем много насечек от грубой шлифовки прям как будто грубая шлифовка похоже очень на дешевый подшипник но это не похоже на hyundai на производителей джин я уже убедился что после установки подобных подшипниках ступица начинает гудеть уже даже после тысячи километров а то и раньше то есть вы установили думаете что это хороший новый и поехали короче жесть а он вас загудел а ну-ка кто тому из вас говорил что можно ставить контрафакт и не париться следующая вот подборочкой именно для вас вот он масляный фильтр mercedes контрафактный открываем и смотрим как ужасно он склеен прям паршиво клей вылазит наружу такого не бывает даже на дешевых китайских фильтрах этот кстати клей похож очень на термоклей и неизвестно как он будет себя вести когда масло будет нагрето и горячее он может быть и расплавится даже но мало того что он плохо проклеен так он еще и до конца не проклеен и вот здесь вот в этом месте там дырка просто дырка то есть сквозная то есть вы догадываетесь да что будет после установки данного фильтра контрафактного маркировка тоже не соответствует оригиналу но это уже понятно а если вам этого мало то вот вам фильтр bmw производства man так еще сам фильтр очень плохо сделал на креплении присутствует облой вот в этом месте и все очень неаккуратно сделано так еще и фильтрующая бумага корпусу приклеена криво а еще тут есть специальные отверстия чтобы двигателю дышать было легче сквозные причем по всему шву короче я пришел к выводу что это все-таки специальные вентиляционные отверстия не но если бы это был скворечник то я бы понял но это воздушный фильтр он не должен пропускать воздух через просто так напрямую он должен фильтроваться фильтрующей бумагой извините за автологию так как в оригинале bmw лежал фильтр man для клиента мы перезаказали man и тут пришел уже хороший качественный фильтр совсем без проблем посмотреть кстати как сделано крепление здесь все аккуратненько без различного облоя и фильтрующая бумага приклеена корпусу было красиво ровно и шов тоже был проклеен красивенько аккуратненько все отлично и соответственно клиент получил качественную продукцию помните те контрафактные фильтры mazda из предыдущего ролика который я показывал нужно было их еще в прошлый раз распилить давайте посмотрим что там внутри ядрить колотить а вы посмотрите что это такое вообще что это ё-моё это даже это обратным клапаном назвать нельзя просто кусок какой-то тонкая-тонкая резиночка прям вообще вот максимально тонкая фольга смотрите она вот так вот сейчас легко отклеился пробел тут даже клея не было вот в этом месте просто вот так вот был лежал так мало того что здесь вообще с перепускным клапаном его тут вообще нет вы представляете его нет просто дырка масло будет идти напрямую минуя фильтрующий элемент которого и так тут нет сука этот фильтр стоит тысячу рублей вот это вы купите за тысячу рублей вот это вот говно вы купите за тысячу рублей это прям знаешь это прям какая-то я не знаю даже как назвать диверсия или как это вообще что это слушай но у меня нет слов реально такого говно я еще никогда в жизни не встречал это все отстегивается обалдеть вот и вся фильтрующая бумага ну сколько здесь 20 сантиметров я мягко говоря в ахере я не ожидал увидеть вот такую вот это что это такое они хоть не позорились бы вообще тогда бумагу не ложили это жесть какая-то такого говна я еще никогда в жизни видел ну реально бы был прям трэш но это прямо конкретно вы наверняка все смотрели те видео где индусы делают масляные фильтры это очень занимательно все делается на коленке все делается на таких старых и самодельных станках просто знаете как посмотрите интересное видео там работают очень много человек и те самые масляные фильтры в них даже выложили больше фильтрующей бумаги чем вот здесь вот так вот да кто говорил там покупать контрафактный фильтр они скоро будут лучше чем оригинальный покупайте ну и что как вы думаете как будет работать двигатель у которого воздушный и масляный фильтр дырявый я думаю долго он не проработает точнее он бы проработал долго но ресурс его снизится значительно и так подытожим если расходники то только не оем выбирайте другого производителя и больше с большей вероятностью вы получите оригинал оем лучше сейчас не заказывать его потому что чаще всего подделывают друзья если вы не хотите нарваться на подделку то заглядывайте к нам на наш интернет магазин авто днк рф и выбирайте для себя любые абсолютно любые товары мы доставим вам эти товары в любой город россии почты либо транспортной компании мы проверяем все детали на отсутствие контрафакта поэтому вам точно придет оригинал если уж по какой-то причине может случиться такое что вам придет контрафактная деталь ну что-то может произойти то мы вам обязательно вернем деньги так что вы можете быть уверенным что вы ничего не потеряете у нас есть свой каталог подбора вы можете вбить вин код и найти любые детали соответственно они вам добавятся в корзину при желании если вы сомневаетесь как подобрать детали то оставляйте вин запрос менеджеру и мы вам подберем детали если вы и это сомневаетесь как сделать то пишите нам в чат telegram и задавайте любые вопросы мы вам ответим на них постараемся сделать это оперативно потому что бывает очень много заказов и мы просто не успеваем всем ответить но мы отвечаем все друзья под покупайте только качественные детали запомните что качественные детали это гарантия долгой работы вашего автомобиля если бы контрафакта не было то моих ребят просто не было бы сейчас работы я бы сократил штат зачем мне сотрудники которые отличают оригинал от контрафакта мы конечно планируем расширяться планируем быть в других городах но нужно сначала обкатать эту систему у себя в городе и потом будем во всех городах пока что мы отправляем из своего города мы сами находимся в волгограде так что если вы из волгограда то приезжайте у нас мы находимся на проспекте ленина 57 и можете просто забирать свои детали у нас на сайте есть номер телефона вы можете позвонить и уточнить все подробности спасибо друзья что смотрите спасибо что поддерживаете обязательно лайк поставьте под видео ну и подпишитесь если вы не подписаны кстати смотрите технички которые я записываю на у нас на канале предыдущее видео было про 5 интересных изобретений и интересных двигателей все друзья спасибо всем всего доброго пока пока